Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по второй книге царств. Сегодня будем читать 22 главу, в которой содержится песнь царя Давида. И она начинается словами «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула». И сказал «Господь, твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, Рог спасения моего, ограждение мое, убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня, призову Господа, достопоклоняемого и от врагов моих спасусь». Действительно, Господь является защитой для каждого из нас, и само призывание имени Божьего обеспечивает нам необходимую помощь от врагов, воздающих на душу нашу, глаголящих душе нашей, что ей нет спасения в Боге, но Господь силен защитить нас от всех недоброжелателей и неприятелей наших. Объяли меня волны смерти, потоки беззаконий устрашили меня, цепи ада облекли меня и сети смерти опутали меня, но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и он услышал из святого чертога своего голос мой и вопль мой дошел до слуха его. Здесь говорится о том, когда человек в состоянии греха, когда пути беззакония его, беззакония его, сами по себе опутали его, связали его, он стеснен ими, но даже тогда он может обращаться к Богу. Далее. «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него, наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных, от блистания пред ним разгорались угли огненные». Действительно, когда Господь спешит на помощь кающемуся человеку, Господь действует, как могучий витязь и воин. «Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы, рассеял их, блеснул молнии, истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева его». Здесь метафорически он изображается, как воин, который метает стрелы, молнии в противника, когда открываются источники моря, и обнажаются основания вселенной от одного грозного окрика, глаза его. «Простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих». Воды многие – это то состояние падения, в котором пребывал он, потому что, когда человек в воде, он запутан в этой асоке, он погружен в мрак ила, но с высоты, с небес Господь может спасти того, кто из глубины взывает к нему. «Избавил меня от врага моего, сильного, то есть от дьявола, от ненавидящих меня и от людей, которые не могут терпеть нас, которые были сильнее меня, то есть на их стороне даже, может быть, была правда в их обвинениях против Давида. Они восстали на меня в день бедствия моего, когда сын восстал на Давида. Многие присоединились к Абиссалому, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». И следующий, тоже очень поэтический абзац. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей, предочами Его». Но как это понять? Если только что мы прочитали, «объяли меня волны смерти, потоки беззаконий, устрашили меня, цепи ада облекли меня». Здесь Давид как бы сопоставляет те моменты своей жизни, когда он строго исполнял закон Божий. Они же не могут пропасть бесследно, даже на фоне его падения. Ведь Господь помнит наши первые молитвы, обращенные к нему. Господь знает наше усердие в духовной жизни, которое когда-то было у нас, и в падении. Мы можем использовать радостные, светлые моменты нашего прошлого, как некий маяк, который укажет нам направление, идя в сторону которого, мы можем восстановить нами же разрушенные отношения с Богом. «С милостивым ты поступаешь милостиво, и с мужем искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его, людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных». Мы действительно должны быть милостивыми, потому что мы сами нуждаемся в милосердии. Мы должны научиться прощать, потому что сами нуждаемся в прощении. А мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мирой того, как Господь отнесется к нам. «Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Какую же стену мы должны штурмовать вместе с Богом? Это означает одержать победу над самим собою. Какие войска мы должны поражать? Это легионы бесов, которые нападают на нас. Господь, светильник наш, Он укажет нам, как удалиться от стезей зла. «Бог, не порочен путь Его, чисто Слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясует меня силой, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня, научает руки мои, брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук». На самом деле здесь речь идет о том, что без аскетических подвигов мы едва ли одолеем дьявола. И мы должны иметь и щит веры, и меч Слова Божия, и шлем спасения на голове, чтобы противостоять силам зла. «Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их, и истреблю их, и поражу их, и не встают, и падают под ноги мои. Ты припоясываешь меня силой для войны, и не излагаешь предо мною, восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истреблю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего. Ко Господу, но он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную, ману их и топчу их». Однажды был случай. Одна женщина, у которой были конфликты с соседями, она пришла ко мне и сказала, «Я теперь знаю, как надо молиться по поводу этих соседей». И она показала молитву из Псалтыри, «Господи, сокруши кости их!» и так далее, и так далее. Я спросил, «Вы думаете, что это о ваших соседях?» Она говорит, «О ком же?» «У Давида были свои соседи, у меня свои». Я сказал, «Несчастная женщина, святые отцы говорят, что когда мы читаем Псалтырь, мы находим такие тексты, не надо думать о людях, надо думать о том, что брань-то наша не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной, против бесов». А она, мудрая женщина, она спрашивает, «А какие же кости могут быть у бесов?» «Сокрушу кости», — сказано. Я говорю, это их упрямство в борьбе против нас. Господь может его сокрушить. «Ты избавил меня от мятежа народа моего», то есть, когда наши же ближние нападают на нас. «Ты сохранил меня, чтобы быть мне головою над иноплеменниками», то есть, человек должен контролировать чуждые мысли, которые, как некие иноплеменники, проникают в его сердце. «Народ, которого я не знал, служит мне, иноплеменники ласкательствуют передо мною, по слуху обо мне повинуются мне, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих». «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих». И окончание этого псалма «Над восстающими против меня ты возвысил меня, от человека жестокого ты избавил меня, зато я буду славить тебя, Господи, между иноплеменниками и буду петь имени твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему, Давиду и потомству его вовеки». Посмотрим, какой комментарий мы обнаружили на этот текст. во-первых, первый стих 22 главы, вот эти слова «И воспел Давид песнь Господу». Ориген пишет, это его комментарии на песнь песней, пятая песнь находится во второй книге царств, когда воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула и сказал «Господь твердыня моя и крепость моя и избавитель мой, Бог будет мне защитником». Ориген пишет, «Следовательно, если и ты сможешь рассудить, кто суть враги Давида, которых он повергает и уничтожает в первой и второй книгах царств, и каким образом он стал достойным того, чтобы заслужить помощи Господа и избавиться от таких врагов, тогда и ты сможешь воспеть этот пятый стих». То есть каждый псалом мы должны пропускать через тот сюжет, который объясняет его возникновение, тогда мы будем узнать, в каком случае мы можем прибегнуть к этому псалму. В трактате против Цельса, тот же Ориген, истолковая, уже 44-й стих этого псалма, слова «Народ, которого я не знаю, служит мне», пишет, «Иудеи говорят, для того ли пришел Иисус, чтобы мы потеряли веру? Ему, Иудею, мы отвечаем, Он, Христос, пришел не для того, чтобы произвести неверие среди иудеев, но предвидя это, Он предсказал его наступление и обратил неверие иудеев в призвание язычников, ибо от их падения совершается спасение язычникам, о которых Христос говорит через пророков, народ, которого я не знал, служит мне по одному слуху, а мне повинуются мне, и я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли неискавшие меня». Поэтому Ориген вот эти слова из Псалма, которые мы читали, народ, которого я не знал, служит мне, он их воспринимает как свидетельство о том, что языческие народы примут веру Христову, которые не знали Господа, и как бы Господь их не знал, хотя Господь все ведущие. Тартулиан в трактате против иудеев пишет, «Итак, как мы показали выше, грядущее прекращение ветхого закона и обрезание плоти было возвещено, а потому и исполнение нового закона и духовного обрезания засияли в наступившем мире». Духовное обрезание – это крещение. «Ибо Давид говорит, «Народ, которого я не знал, служит мне, и на племеннике ласкательствует предо мною, по слуху обо мне повинуются мне». Тартулиан рассуждает, пророки возвещали об этом, но что это за народ, не знавший Бога, как не мы в прошлом? Язычники, не знавшие Бога, и кто это по слуху стал повиноваться ему, как не мы, кто, оставив идолов, обратились к Богу и проповеди Святого Евангелия. А вот эти предпоследние слова предпоследнего стиха сегодняшней главы «Зато я буду славить Тебя, Господи», Блажина Августина столковал так. Как мы уже сказали об этом в другом месте, эти еретики не допускают обвинений в свой адрес за то, что причиняют нам, но возлагают обвинения на нас за то, что они причиняют себе? Но кто из нас желал бы не только того, чтобы кто-то из них погиб, но также и лишился чего-то? От самого великого древа церкви, простершего крону свою по всей земле, отломилась эта веточка донатистов в Африке. И хотя церковь из материнской любви своей беспокоится о том, чтобы вернулась она к корню истинному, без которого им нет жизни истинной, все же, если она спасет многих других, теряет их немногих, в особенности, когда они сами по воле своей уничтожают себя, а не по прихоти военной случайности, все же смягчает горе материнского сердца и исцеляет его спасение стольких народов. Здесь Божина Августин касается вопроса, что мы не сможем всех обратить, мы не сможем всех уберечь, но мы будем прославлять Бога, как Давид восклицает, зато я буду славить Тебя Господи, хотя бы некоторые спаслись. Итак, мы сегодня рассмотрели 22 главу, это Псалом, и мы провели краткий анализ этих слов и посмотрели, какие комментарии у отцов есть на этот текст. Спасибо. Продолжение следует...